Всего в копилке сборной России 44 медали. 12 золотых, 9 серебряных и 23 бронзовых. У ближайших соперников наград в разы меньше. 9 медалей у Монголии и 5 у Японии. Свой вклад в такой отрыв от соперников внесли и краевые спортсмены. Они заработали 2 золота и 1 бронзу. Их взяли Юлия Пранцевич, Виктор Лебедев и двукратный победитель Ирыгинского турнира Исраил Касумов. Спортсмены признаются, в этом турнире собрались сильнейшие из борцов. 70% спортсменов – будущие участники Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Все соперники, можно сказать, равны. Все очень сильные. Со всеми надо было. Не было таких легких схваток, чтобы взять и пройти. Все соперники были хорошие. По словам тренеров, три медали в общей копилке – далеко не плохой результат. Ведь бороться в Олимпийский год всегда сложно. Плюс ко всему, в этом году была и еще одна серьезная помеха в подготовке к турниру. Ребята практически полкоманды больше переболели буквально перед соревнованиями за 10 дней, за неделю. И поэтому, слава богу, что успели еще более-менее подвести себя, восстановиться. А так бы могли еще больше потерять медали. Один из ярких моментов турнира, который надолго запомнится зрителям, это победа российского борца Анзора Балтукаева над Олимпийским чемпионом из США Джейком Варнером. В последние секунды схватки Анзор поставил сокрушительную точку, буквально швырнув противника на ковер и в итоге победил со счетом 3-0. На церемонии закрытия турнира, кроме медалей и кубков, борцам вручили и специальные награды. Приз губернатора Красноярского края номиналом 300 тысяч рублей получил Израил Касумов. Сертификат на 250 тысяч от главы города вручили красноярке Юлии Пранцевич. А приз в 50 тысяч рублей за лучшую технику достался Нургуну Скрябину из Якутии. Вручили награды руководители города и края во главе с губернатором Виктором Толоконским. Глава региона поблагодарил спортсменов за достижения и подчеркнул, что с каждым годом турнир Ярыгина становится не просто брендом Красноярска, но и престижнейшей международной спортивной площадкой. Эти соревнования вызывают интерес тысячи и тысячи наслоярцев. Этот турнир проходит на высочайшем спортивном уровне. Этот турнир дает нам новые отмены, новые имена будущих чемпионов. Как рассказали организаторы соревнований и тренеры, 27-й Ярыгинский турнир стал своего рода отборочной ступенью. Его победители поедут в Латвию бороться на чемпионате Европы. Александр Ловицкий, Всеволод Никитин. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok